Не стало народного артиста России Александра Белявского. Он выпал из окна своего дома. Фокса из «Место встречи изменить нельзя», Сашка из «Иронии судьбы» и Капитан Павлов из «Картины 4 танкиста и собака». А еще первый ведущий знаменитого кабачка «13 стульев». От него были без ума все советские женщины. А он жалел о ролях, которые не сыграл из-за своего слишком благородного лица. Последнее время Александр Борисович тяжело болел. Мечтал работать, но уже не мог. Сегодня на том самом месте, где оборвалась его жизнь, появились цветы. Он жил в этом доме в центре Москвы. Его тело найдет рядом с подъездом супруга. 80-летний Александр Белявский погиб, упав с пятого этажа. Полиция расскажет, что именно там, на пятом, стояла тросточка, с которой он ходил в последнее время. Тот самый холеный, но обаятельный злодей Фокс из «Место встречи» изменить нельзя. Документы? Это можно. Документы, граждане, в порядке. Эта роль стала для Белявского знаковой, как и другая, совсем уж эпизодическая, друг Жени Лукашина из «Иронии судьбы» или с легким паром. Слушай, а как ее зовут? При этом один из популярнейших актеров советского кино несколько лет назад рассказывал нам о том, что из-за внешности он не сыграл многих ролей, о которых мечтал. Я никогда практически об этом не говорил. Не то что отчаяния, но какая-то обида была. Дело в том, что я, потому как создан природой, я в советском кино был не очень нужен. Как мне одна сказала художествен по костюму, ну кого ты можешь играть-то? Мы про французских графов не снимаем, про дворянство не снимаем. Она думала, что я такого благородного происхождения, самого нормального, пролетарского. У него действительно не было дворянских корней, и актером он стал почти случайно, окончив георазведочный факультет Московского института цветных металлов. Он поехал на практику в Иркутск. Знакомые занимались в драм-кружке, и однажды выяснилось, что не хватает хоть кого-нибудь на одну из мужских ролей в спектакле. Я вышел на сцену Иркутского театра, аплодисменты, рецензии «Восточно-сибирской правде». Но это не самое главное. Вот вы сейчас можете подумать, что это амбициозность меня натолкнула. Нет, мне интересно стало. Мне очень интересно вот это вот, играть другого человека. Не самого себя показать, а другого человека. В 60-х телевизионный дебют в знаменитой программе «Кабачок-13 стульев». Мешки писем от поклонниц. Женская часть Советского Союза влюбляется в красавца Белявского. А он действительно не был амбициозным. И, как ни странно, несмотря на свою бешеную популярность, жил весьма и весьма скромно. Вот он, показывает свою дачу и с гордостью рассказывает нам о том, как выращивают на участке облепиху. Если рядом мужика нету, ничего не получишь, ни одной ягоды. Причем, как интересно, как и в человеческой жизни. Женский куст долго живет, а мужики... На этих кадрах Александру Белявскому 70. Впереди еще много ролей, в том числе и в продолжении «Иронии судьбы». В 71 супруга Людмилы, которая тогда будет уже 53, родит ему дочь. Он будет счастлив до тех пор, пока не придет болезнь. Инсульт. Тяжелое состояние. Полностью онемевшая левая часть тела. И главное, он практически перестанет разговаривать. А ведь он озвучил десятки фильмов. Вот, его голосом говорит Луи де Фюнес. Ну, посмотрите, можно меня с ним спутать. Очень я на него похож. Ну, не скажите, все-таки что-то в вас есть такое. В продолжении «Иронии судьбы» Александр Белявский уже болен. И не смог озвучить свою роль, впервые сыграв без слов. Хотя все мы, зрители, так ничего и не заметили. К 6 мая этого года Александру Борисовичу Белявскому исполнилось 80. Юбилей не отмечали. Из-за болезни было не до того.